Декабрь, день 2. 15 декабря по новому стилю. Житие преподобного Афанасия Печерского. «Я, есмь, воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». Исполнил Спаситель это слово, сказанное о Лазаре Четверодневном, и на преподобном отце нашим Афанасии, затворнике Печерском, желая, чтобы и мы исполнили слово богатого, сказанное о нищем Лазаре. Если кто из мертвых придет к ним, покаются. Этот преподобный Афанасий был иноком в святом монастыре Печерском, проводя святую и богоугодную жизнь. После долгой болезни он умер. Братья отерли тело его и положили в пелены, как подобает умершему иноку. Усопший лежал непогребенным два дня по причине некоторого замедления. Ночью Игумену было явление, и он слышал голос. «Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребенным, а ты об этом не заботишься». Как только наступило утро, Игумен пришел с братьей к умершему, чтобы совершить его погребение, и вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив, и стали его спрашивать, как он ожил, и что видел или слышал. Он же в ответ говорил только одно «Спасайтесь». Но они стали еще больше упрашивать его, желая услышать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им «Если я вам скажу, то вы не поверите и не послушайте меня». Братья же обещали ему, что они соблюдут все, что он скажет им. Тогда воскресший сказал им «Имейте послушание во всем к Игумену, кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию, чтобы здесь, в этой обители, кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере, ибо эти три вещи выше всех добродетелей. И если кто исполнит все это, как подобает почину, блажен будет, только бы не возгордился. Опрочем, не спрашивайте меня, но умоляю, простите меня». Сказав это, он пошел в пещеру и, затворив за собой двери, пробыл там безвыходно двенадцать лет. Никогда после этого он уже не видал солнца, беспрестанно день и ночь плакал, вкушал лишь немного хлеба и воды, и то только через день, и во все это время не сказал никому ни одного слова. Когда же приблизилось время кончины Афанасия, он призвал братью и сказал им все то, что говорил прежде о послушании и покаянии, и почил с миром о Господе, и положен был с честью в той пещере, где подвязался. Блаженный Афанасий почил о Господе около 1176 года. Мощи его почивают в Антониевой пещере. По своем представлении преподобный Афанасий посредством чудотворения известил братью о своем блаженном состоянии. Один из иноков по имени Вавила, страдавший много лет болезнью ног, принесен был к мощам блаженного Афанасия, и, прикоснувшись к телу его, тотчас же исцелел, и с того времени до самой своей смерти никогда не страдал никакой болезнью. Об этом явлении своего преподобного исцелителя Вавила так поведал братьи, среди которых был и Симон святой, описатель жития этого. Святой Симон, сначала инок Киево-Печерского монастыря, впоследствии епископ Владимирский, представившийся в 1226 году, известен как автор восьми повестей о восьми печерских иноках, писанных к его другу, печерскому иноку Поликарпу, и повести об основании печерской обители. Память его 10 мая. Когда я лежал и кричал от боли, внезапно вошел блаженный этот Афанасий и сказал мне, «Приди ко мне, и я исцелю тебя». Я хотел было его спросить, каким образом и когда пришел он сюда, но он вдруг стал невидим. Поверовав явившемуся мне, я попросил, чтобы меня принесли к нему, и вот ныне получил исцеление. С этого времени уразумели все, что преподобный затворник Афанасий угодил Господу и удостоился блаженства. По его святым молитвам досподобимся и мы, воскреснув от смерти греховной, пожить Богоугодно и в покаянии, и потом получить жизнь вечную о Христе и Иисусе, жизнодавце нашим. Ему же слава с Богом Отцом и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.